Когда-то он брал автограф у великого Мохаммеда Али, а теперь автограф в пору брать у него самого. Даже в свои 74 ульяновцы Алексей Таршиков в спортивном строю и не собирается его покидать. Дает это энергию, оптимизм и пользуется случаем, хочется сказать нашим молодым ребятам, студентам, школьникам, молодежи о том, чтобы занимались спортом активно. Таршиков стал одним из участников фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО, что прошел в одном из главных центров тестирования Ульяновской области, в лихоатлетическом манеже «Спартак». Выполнить нормативы приехали команды 21 района области, причем в каждой команде не только ветераны, но и молодежь. Это очень важно. Прежде всего молодые люди стремятся к выполнению нормативы взрослого населения, потому что прежде всего наши ветераны подчас могут потянуться больше, чем молодежь. Упражнения на гибкость, отжимания, подтягивания, прыжки в длину и упражнения на пресс. Это программа фестиваля ГТО. Многие его участники своими высокими результатами поразили компетентные жюри, а секрет успеха объясняют регулярными занятиями физкультурой. Только утренние 10-минутная зарядка в рабочие дни, а в выходные дни я посвящаю больше. И зимой бегаю на лыжах. Нормативы самой последней, 11 ступеней ГТО, выполнили 10 участников. Среди них, кстати, нашлось место известному ульяновскому тренеру по гиревому спорту Касиму Гелезидинову. Правда, в итоге победителем в личном зачете стал Владимир Иванов из Барыша. При этом ветеран-победитель принес очень много зачетных очков в копилку своей районной команды. И она заняла первое место в общем зачете фестиваля. Второе место заняли спортсмены Димитровграда. На третьем месте представители Цельнинского района. Михаил Сашанский. Новости ульяновской правды. Новости ульяновской правды.